Да, пошла запись. Я приветствую тех, кто вдруг будет смотреть это в записи. Ну, таких будет, наверное, всё-таки большая часть, судя по количеству просмотров. Поэтому повторю ключевую информацию. Регулярно, еженедельно проходят онлайновые турниры от компании Zotac по Warcraft, по Starcraft и там, не помню, ещё по двум дисциплинам. Честно, не помню, может быть, по Dota или по Lola. Ну, и каждый месяц проходит финал. На финале присутствуют игроки, которые больше всего баллов набрали во время регулярных турниров. И вот эти вот 16 игроков сражаются за повышенные призовые. Если на регулярном турнире приз 100 евро или 200 евро, в зависимости от игры, то на финале первый приз 500 евро, второй 200, третий 100. И здесь, конечно, и игроки очень сильные, и борьба идёт жёстче, чем обычно. В данный момент мы смотрим полуфинальный матч между корейским, ну, как, корейско-немецким зергом TSL Хёном. И... Хотя, почему они играют тогда на Америке? Кто-нибудь знает, где сейчас обитает Хён? Если точная информация есть. Он что, в Корее сейчас? Иначе они бы просто играли на европейском сервере. Вот, и, конечно же, украинцам рокски скрафтом, я хотел сказать. Фраером, конечно же, фраером. Так, сейчас дойдёт сигнал. Любопытно просто. Ну, ладно. И у меня не тот чат открыт. Ладно, бог с ним. Комментим. В это время фраер выстраивает, закрывает стеночку третьим гейтом. Приходится ему это делать. Но два гейта тут явно на отмену. После того, как фатминка сделалась, нужно... Всю вот эту вот билиберду отменять. И ставить вместо этого одну кибернетку. Да ладно, фраер почему-то ждёт. А, у него бабла просто нет. Хотя, после отмены было бы бабло. Хорошо отменил в самый последний момент барак. Обнадёжил, так скажем. Потому что я боялся, что что-то здесь не то. Какие-то два барака. При этом две газелки и нераскачанная нычка. Ну да. Здесь у нас три хата от Хёна. Так. Ну, как это часто бывает. Вот в таком... После такого стандартного начала у одного две базы, у второго три базы, инициативу первым должен проявить ТОС. То есть, именно ему предстоит выбрать первый шаг, под который Зергу, ну, кровь из носа нужно подстраиваться. Будет ли это пуш? Какой это будет пуш? Будет ли это выход на третью базу? Будет ли это выход с двух баз? Будет ли это какой-то харас? У нас вариантов ТОСа много, как уже неоднократно отмечалось. И главная, по сути, задача Зерга узнать, какой из сценариев ТОС выберет. Для того, чтобы лучше к этому всему делу подстроиться. Потому что у него задач-то несколько, и хочется три базы получше раскачать, и при возможной агрессии отбиться с минимальными потерями. В общем, надо подстраиваться. Так, Фраер с Талкером подходит потихонечку, видимо, под Зелнагу подходит. Собаки эвакуируются, потому что мувы у них нет, а терпеть не хочется. Фраер занимает Зелнагу и пошел гулять с Талкером дальше. Судя по всему, будет под пуш с четырех гейтов, по крайней мере, грейт на гейты, которые бустятся. Вот почему Зерк это не чекает? Почему он не залетает на мейн? Почему он не пытается проверить... А, он только газы чек. Ой, он даже газа не видит. Нет, видит. Видит третью-четвертую газилку. Но это третья-четвертая газилка, и его, по сути, могут только сбить. Да потому что Фраер вместе с газилками делает под пуш. Опасный. С плюс один. Роуч Ворон вроде относительно ранний. Далее выходит Фраер в Сумречный Совет. Но он Сумречный, как правило, без роботик все-таки не строит. Посмотрим, как это будет. Так, приходят... Приходят сталкеры. Собаки без мува. Без мува псы. Да е-мое. Как вообще? Что делает Хён? Я не понимаю. У него нераскачанная третья база. Теряет он к вину. У собак нет мува. Вот о чем... О чем речь? Теряет одного сталкера, отступает, убивает одного роуча. Но потери зерга сейчас значительно выше. А-а-а! Он хочет сразу быстрыми роучами отбиваться. Неужели 100-100 жалко было? Просто он с быстрыми роучами вряд ли... Да, вот пошел мув с собаком. Ну, сложно сталкеров с блинком чистыми роучами со скоростью законтрить. Особенно, если они будут тебя кайтить... Блин, опять чертова диабла. А-а-а-а... И выводить... На... Ну... На зону без слизи. Там, где они могут с... С блинком не получать. Ну, разменивать на щелды и постоянно тебя подбревать роучей. Роботик заказывает фраер. Снимает тут, кажется, это был пес. Не дает опухоли растечься. Хорошая тема. Причем, он поставил крест просто на опухолях здесь. И квина должна здесь инъекции кидать, чем она и будет заниматься. Это важнее получается. И... Опухоли больше нет. Активных. Фраер сделал блинк. Сейчас он может прощупать зерга на предмет... Ну, скорости. Просто его по... Ну, повтягивать в конфликты. Ну, сейчас увидел, что много. Наверное, стоит... Вот здесь можно уже поблинковаться, да, и уйти. Ну, много мяса. Когда у зерга так много мяса, значит, у него третья база не раскачана. Если у зерга третья база не раскачана, смысла ломиться и там что-то доказывать. Пытаться кого-то убить. В принципе, нет. Потому что ты играешь 2 в 2. Чем больше Тоса, тем лучше. Ну, то есть, это стандартная схема. Тем более, лимит у него, по сути, не очень качественный. Собаки до Роучи без инфесторов, ну... Да и без грейдов, что самое главное. 0-0. 0-0 собаки, 0-0 Роучи. Там пошел уже третий грейд на атаку. Плюс призмой собирается Фраер развлекать. Кажется, он сейчас будет очень... Ну, во-первых, он и так развел зерга, будь здоров, на огромное количество мясного лимита. У них рабочих, у зерга меньше, чем у Тоса. Это нонсенс. 45 на 50. Он его настолько напугал, при этом ничего не потеряв, что добился не только экономического преимущества, несмотря на раннюю третью базу, но и технологического преимущества. То есть, вот он третий грейд на атаку у Протаса, и вот он только первый грейд на атаку Роуча. Хорош. Минус Роуч. Вот, это должен Роуч был насторожить, потому что неправильная точка сбора у него. То есть, скорее всего, все идут вниз. Сталкеры принимают этот сигнал адекватно. Ой, дроп еще четырех зилов. Хорош! На мэне можно такой шорох навести. Главное успеть вернуться сталкерами. Главное успеть вернуться. Не успевает. Нужно блинковаться сейчас по КД. Ой-ой-ой-ой. Вот это опасный момент. Нужно форсфилдить. И нужно сталкерами вниз вытягивать все это дело. Ой-ой-ой-ой. Дроп при этом делать на мэйн. Обязательно дроп на мэйн. И тут блинковаться назад. Тянуть время. Дроп на мэйн. Дроп на мэйн. Вспомни, можно убить у него мэйн. Ай-яй-яй. Здесь сталкеров зажимают, зажимают, зажимают. Можно блинковаться наверх. Уходить. Вспомни про дроп. Вспомни про дроп. Вспомнил про дроп. Пошел. А, здесь роучи уже. Ёшки-матрёшки. Как он увидел дроп? Ладно, придётся контролить. Наверх надо с сталкерами блинковаться. Ой, не может блинкануться. Может, не видит куда. Блинк. Фух, опасно. Опасно. Дроп что, квина сбила? Где дроп? Да, сейчас... У фраера сейчас ситуация не очень. Но из-за того, что сталкеры не успели вернуться на базу. Тут их оббегают роучи. Сталкеры пытаются разменяться. Но им, конечно, нежелательно сражаться вот так вот с тараканами. Ох, как нежелательно. С другой стороны, у Хёна такая же беда, как и была раньше. То есть у него реально галяк на третьей базе. 8 добывающих минералов и рабов. Это не более чем... Ну, какое-то недоразумение, посмотрите. К хорошей форсфилды проставил тут фраер. Убил часть тараканов. Есть 2 иммортала для того, чтобы с тараканами сражаться. Что, полезет? Полез! Полез! Хороший форсфилды пустил нужное количество роучей, чтобы разобраться без особых проблем с сталкерами и имморталами. И вот уже лимиты практически сравнялись, несмотря на то, что буквально минуту назад у Зерга было плюс 50 лимита. Хорош. А у него выбора-то особо не было. У него как раз тема была с наломами. Без раскачанной третьей у тебя аутов-то сильно не остается. И фраер делает грамотнейший подвар на третью базу, которым убивает двух зайцев. Первая заставляет армию противника вернуться. Можно, кстати, выйти на третью. Предлагается выйти на третью, убить оверлорда. Или просто выйти в атаку. И второй заяц, это... Он увидел, что на третьей базе ничего, по сути, опасного нет. Вот выходит фраер на третью. Он не видел этого оверлорда просто. Сейчас идет убивать. Немножко поздно, опасно, потому что в это время подходит противник слева. Можно в сталкер блинкануть. Нет, необходимости уже хорош. 150 лимита на 130, но лимит-то у фраера гораздо более качественный. Имморталы с тремя грейдами на атаку. 65 урона по роучим без брони. Это... Сталкера спаси! Забыл про сталкера, это плохо. 5 имморталов. Сейчас еще будет грейд на щиты. Ну так, отделил. Можно с блинком немножко было поджать, но... Вот что сейчас делать фраеру? А, вот! Он сделал подварп на третью базу и просто убивает третью базу зерга. Лол! Убил Квину. Убил рабов узелками через атаку. Пытается убить хату. 50 хитов, 47 и... Минус третья база у зерга. Это означает, что зергу сейчас, наверное, самый оптимальный вариант. Просто идти и отдаваться. Вот. Ну, просто идти в атаку. Ну, потому что... Потому что нет у него никакого экономического преимущества. И в ближайшее время не будет. То есть, либо ты ставишь сразу там две хаты, или там сразу... Ну, он потерялся вообще. Посмотрите, рабочие никакие. А и фраер-то готов, насколько я понимаю, сражаться. Он говорит, давай, нападай, 6 имморталов. Грейд 0, 1, 3. Сумасшедшие грейды. В это время дроп призму на мейн. Я пропустил. Фраер должен двигаться сейчас в центр. Зная, что к нему идут. Вот сейчас увидел, да? Увидел, увидел, увидел. Засейвил зелков сталкеров. И пошел. Красавчик. Разводы, разводы. Прокси пилоны, призма. И все. И вот она уже. Нычка зерга под угрозой. Нужно срочно делать форсфилд. Форсфилд 1. Мало. Форсфилд 2 бы поставить, чтобы не спустились. Хорош. Ой, хорош. По частям. По частям убивает зерга. Просто не дали спуститься ему вниз. И в это время дроп на мейн. Тут минус квина. Минус рабочий. Сталкеры вернулись. Те, которых засейвили. Убили еще роучи. Доконтроль. Не отдавай сталкеров. Не отдавай. Не отдавай. Хоп. Доконтроль ушел. Кот ушел. И сейчас можно вернуть. Ой, как он его просто за нос, за нос. Знаете, как... Хорош. Сейчас он просто полностью контролирует зерга. То есть он совершает маневры, которые гарантированно приводят к желаемому действию. Это очень важно в игре, потому что, ну, просто он, как бы это попроще-то сказать, управляет, что ли, да? Навязывает свою игру. Музыку заказывает, короче говоря. При этом ставит третью базу. Он, зная, где находится армия, зная, как ей манипулировать, зная, что там... Оп. Опасный момент. Зер, кажется, решил напасть. Неплохие форсфилды. Собаки впереди. Роучи большая часть толпится. Гуаран Чилд. Хороший лимит. Замечательный. И, кажется, зерку здесь просто нельзя никаким образом сражаться. Уже восемь имморталов против чистых роучей. Можно с форсфилд сделать хорошие филды. Отгораживает еще несколько роучей. Блинк агрессивный. Фраер просто красиво играет. Просто красиво. Третья база достраивается. Здесь карательный отряд против забеганий. Здесь подвар на отличном пилоне, который до сих пор Хён не покарал. Свеженькая нычка, но уже изначально обреченная. Просто обреченная нычка, которую никак уже Хён не спасет. Форсфилды. Хорошо. Блинк сталкеров назад. Гуд гейм. Красивая игра. Фраер, что ни говори, красивая. Просто вот он его занос всю игру. Не дал прохалявить вначале. Напряг. Не дал строить рабов. Постоянно держал в напряжении. А потом начал уже руководить. Да, был сложный момент со сталкерами, с Блинком. Когда отрезали путь к отступлению. Нельзя было соединиться с основной армией. Пришлось по карте побегать. Но потом все-таки контроль был возвращен. За счет призмы. За счет проксипилона. От мины третьей. Своевременному выходу со своей базы. В общем, серия хороших. Ну, просто вот приятно смотреть за игрой. Честно скажу, приятно смотреть. Заходим во второй матч. Будет игра проходить на Shakura's Plateau. Оставляйте комментарии. Передавайте приветы. Задавайте вопросы. В новости, слэш-репортаже. На главной странице есть Zotac. StarCraft 2. Финал. Там сеточка, участники. Комменты, конечно же. Последний был 50. Есть еще дюжина комментов. 62. Почему второму и третьему месту 200 и 100 евро, а первому просто 500? А, без значка, видимо. Ну, я быстро писал, поэтому... Майкер, ты любишь сырые пельмени? Да, как ты узнал? Домашние пельмени из мяса камбэкнут и поработят мир. В детстве у нас была хорошая знакомая, которая делала просто шикарные пельмени. И, ну, и из хорошего мяса, и ручная лепка, они еще маленькие такие. Вот, и мы постоянно у нее заказывали пельмени. Может быть, меня как раз в детстве избаловало. Микрофон щелкает постоянно, хоть и не смертельно. Наверное, вот это вот мои цики, тики. Это плохо. Когда выложите видео с соколом варик? Видимо, оно нужно, да? Привет от Спирита. Он говорит, что все еще работает, а у нас тут стрима еде. Начинается вторая игра. Шакура с плато. Видел результат отборов? Нет, не видел. С стрима по LA Noire будет точно несколько. Заклинаю тебя, сохрани, выложи все записи. Заклинаю. Хорошо. А не как Скайрим, я не переживу. Фу-фу-фу-фу-фу. Угу. Ммм. Окей. Фраер переделал свой пуш. Заметил, Миш, против демаги, когда ты стримил под пуш 4 гейтов, был в основе чистых зилов, плюс 1 сталкер. Сейчас сразу начал варпать чистых сталкеров. Так как размер зилов не всегда выгоден. Особенно против быстрых роучей. Ну, в идеале, конечно, ты должен просто знать, насколько там много собак, и насколько быстро человек может сделать роучей. Естественно, при живом-то, ну, при готовом роуч-вороне, особенно с медленными псами, делать, варпать зилков, ну, нецелесообразно. То есть, понятно, что человек будет тупо отбиваться тараканами. Это выгоднее. Но иногда бывает так, что человек по каким-то причинам не готов к твоему пушу, ну, у него нет рассадника тараканов. И тогда зилы-то могут всю игру сделать. Ну, так как было в игре с демагой на... На дримхаке. На карте... Ахама. Ахама, да? Ахама, кажется. Вот. Скорее всего, люди говорят про щелчки мышью. Вот эти вот. Неужели так ловит хорошо? Напишите про эти щелчки. Сейчас сигнал дойдет. Да, нет, нет, да. Очень слабо ловит. Ну, вот я тоже удивлен. Может, эти щелчки? Иногда проскальзывают. В речи. Не могу ничего с этим поделать. Но надо избавляться, конечно. Надо избавляться. Пилон поставил сейчас фраер, пытаясь помешать зергу, быструю хату. Шкалу хп. Я никогда не буду ставить шкалу хп постоянную, когда будет играть зерг. Потому что меня не радуют бегущие зеленые полосы. И вместо зерглингов. Щелчки от мыши очень хорошо слышны. Хорошо. То есть плохо, но хорошо, что поняли. Я могу убрать мышку далеко-далеко. Сейчас она фактически за спиной находится. Ладно, начало у нас тут... Ну, говорить нечего. Стандартное, опять же. Фраер выходит через фаржу. Пытается задержать появление базы у противника. Ну, а Хион, как и любой нормальный зерк, особенно на этой карте, зная безнаказанность тосов в плане постановки экспанда, пытается ответить двойной нычкой, для того, чтобы, ну, быть в экономическом преимуществе. В принципе, в прошлой игре было то же самое начало. Ответ двумя хатами на один Нексус. Но вы помните, что из этого получилось. Так, отменил барак, отменил гейт. Фраер, причем, поставил кибернетку таким образом, чтобы остался проход. Но вот этот проход очень удобный, в том плане, что здесь в нескольких точках можно сделать его глухим. Можно сделать его глухим и здесь поставить зелка, и здесь запилив пилон, и здесь поставить какое-нибудь здание. В общем, при желании можно, ну, учитывая то, что здесь приходится оббегать, а не просто забегаешь, и сразу в дамках, можно сказать. Очень интересный вариант застройки. Надо запомнить его, намотать на ус бобровый и попрактиковать. Тем более, что на Шакуросе через фаржу играют практически все тосы против зергов. Искал только что Хион прокси пилон над своей третьей базой. Вы помните, что фраер на этой карте очень любит разводить с призмой, сталкерами с блинком. По одной простой причине, это наличие таких вот ультимативных мест, которые позволяют протосу либо убить третью базу, либо убить мейн или экспанд. То есть, если вдруг небольшая группа протоса вместе с призмой окажется рядом с одной из двух рамп, ну, либо с этой, либо, что самое неприятное, с этой, то ну, а силы зерга будут по другую сторону, там, не рядом, короче говоря, то это значит, при правильных действиях тоса то будет убита какая-то какая-то из баз. Вот и все. Вот. Поэтому, скорее всего, фраер и делает сейчас фаст робу вместе с сумречным советом. То есть, он не делает сейчас блинк пуш какой-то ранний, ну, то есть, он будет делать блинк пуш, но не такой, как в прошлый раз. То есть, это не пуш с плюс один вытекающий блинк пуш. Тут такого сильного давления не будет. Его ставка как раз вот то, о чем я и говорил. Будет группа сталкеров с апсом, такой мобильный отряд, который будет, его задача будет стягивать внимание противника к себе, притягивать его. И будет вторая группа, состоящая из сентрей и призмы, которая сейчас как раз находится в продакшене. Ее задача будет высадиться в том месте, где не будет сил противника, которые, соответственно, стянут сталкеры. А в следующий момент, когда группа будет дропнута, когда сентрики окажутся рядом с одной из двух рамп, задача сталкеров будет очень простая. Они должны будут при помощи блинка приджойниться к этой армии и вынести одну из трех баз. Вот такой вот план на игру у Фраера. Агрессивный. Опс прилетел на мейн. Видит лейр. Так. Вот пошел блинк, вторая атака, опс и добавление четырех гейтоп. Все. Это, конечно, сложно назвать олл ином, но, по сути, это олл ин от Фраера. Он может просто затянуться. Да, он добавляет еще гейтов. Можно очень долго вот так вот разводить, шатать зерга. Время, конечно, работает не на протаса, но если вдруг тебе удастся, в определенный момент... Вот, пошел дроп, смотрите. Пошел дропчик. Кажется, он носит развлекательный характер. Роучи уже выходят, разворачивается призма. А, и вот еще один опс наверху, но призма улетела. Так, а, дарки еще. Это неожиданный поворот. На самом деле. Что он чекнул? Он пролетел, увидел, что эволюшенов нет, да? Такая у тебя логика. Какая у тебя логика? Ты же пролетел не везде. В общем, да нет, есть эволюшен. Ты его видел? Любопытно. Да, ты его видел. Почему дарки? Почему? Так, опасный момент. Нельзя ни в коем случае варпаться, блинковаться наверх. Большое количество роучей. Сталкеры пошли гулять. Ну, и можно снять там собак, золнак, чтобы не было... О, следом идут... Вот, вот важный момент. Смотрите. Вот, роучи ушли. Роучи ушли. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Роучи вернулись. Не поддается. Хен на разводы. Не поддается. Есть не такая большая группа роучи, можно попробовать прыгнуть. Как? Нет? Да, нет. А-а-а! Зелки, дроп наверх. Вот он пытается, пытается собрать зерга в одном из мест. Дроп полетел. Зелки ушли. Здесь убиваем опухоли, стягиваем его. Ну, призма-то висит, призма висит! Все, хороший момент! Фраер! Ну! Нет, не среагировал. Не среагировал, не сделал форсфилды. Развернулся, но поздно. А, дарки пошли. Вот, что у нас пошло. Дарк здесь, дарк тут. И пошли развлекать. Ну, ладно. Эвакуация рабов раз. Здесь подрезают дронов. Не сконтролил здесь Хион, уже 4 киллса. Оверсир, правда, тут готов уже. Здесь тоже оверсир летит. 5 киллсов сейчас будет минус. Так и чего? И где? И как? И почему? Должен быть выход тогда получается от фраера. Должен быть выход. Ну, не удалось ему, скажем, прямо воплотить замысел. Паузит игру, секундочку. Неплохо. Хион разделял свои войска на несколько фронтов, то есть отбивался и сверху от призмы, не ввелся на разводы сталкеров на мэйне и под следом на экспанде. Сплитил все время не давал возможности, видимо, наученный горьким опытом. Счет 1-0 в пользу Хиона. Это полуфинал Зотека. Всем новоприбывшим пламенный привет. Гоу-гоу! Возвращаемся в игру. Ой. Положил руку на коврик, где была мышь, мыши нет. Мыша за спиной. 200 лимита тем временем у Хиона. Да, лимит мясной, но опасный. Выходит на третью базу, вот это опасно. Фраером делать очень опасно. Он старается развлечь зелками, убивает опухоли, эвакуирует зелков. Хорош. Да, его задача сейчас максимально привлечь внимание противника, чтобы вот так вот он бегал, чтобы он бегал. Молодец такой. Не зная желательно о третьей базе. И... А ты там сидишь, укрепляешься, ждешь имморталов. Ой-ой-ой, опасный момент, опасный момент! Так-так-так, нельзя его сюда пропускать. Будет атака с разных сторон. Ой! Дроп на мейну, здесь есть три роуча. Не доконтраливает фраер, а вот Хион доконтраливает. Берет двух зелков, и здесь роучи остались. На экспанде только голяк. Можно было туда послать. Имморталов уже неплохо. Гуаран щилд. Ой, дроп, дроп, дроп! Дроп от Хиона, он дропает прямо, но теряет где-то три оверлорда на моменте дропа. Пытается сейчас... О, это кажется ошибка. Кажется ошибка от Хиона, он не успел все дропнуть, а дропая по частям, потерял достаточно много, хотя лимит... Да, лимит у него сильнее уменьшается, чем у фраера, но имморталов жалко! Очень жалко имморталов. Остаются чистые сталкеры на... Слушай, нужен подвар. Есть где-нибудь призма? Вот вспомнить о ней. Развернуть. Зайти куда-нибудь, поставить как-нибудь, что-нибудь. Отряд просто мобильный хороший остался. Напрашивается шатание на мейн, например. Вот ты вот призмой залетаешь сюда. А я тут тараканов уже много. Хион чувствует это, возвращается. А фраер не торопится Он переводит рабочих с мейна Который уже почти Ну как закончился, тут есть еще Где-то 100, где-то 400, даже минералов Можно было подобывать 16 рабочих в заказе, уже 190 лимита у Хёна Здесь зелки контролят Увидели четвертую базу, хороши, молодцы Так Так, 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 что же сделать, что же сделать Дарками Вроде сильно не поразвлекаешь Уверсир здесь один, уверсир второй Вот два зелка отменили хату Молодцы Они, конечно, за это поплатятся, но И то не факт, что поплатятся, потому что Про них как-то На них забили просто роучи Решили убить вот этот вот пилон На который, кстати, можно еще подвар сделать наверх Никто об этом не узнает А, только не видит же фраер вверх Да, он не может сделать подвар Какая-то движуха по центру, но вряд ли будет ломиться По крайней мере, с этого захода Хён А вот фраеру нужно сейчас быть очень аккуратным Не выходить Зачем выходит? Пытается отгородить Отгораживает, убивает нескольких роучей Но в чистом поле Неужели он готов сражаться с массой рачей? И главный вопрос Зачем? Зачем? Если пока играешь 3 в 3 И контролируешь четвертую базу Чего рыпаться-то? Напрашивается переход в колоссов Ой-ой-ой, опасный момент Форсфилды хорошие Отгораживает несколько роучей Еще... Ой, опасно-опасно! Блинкует первую линию Блинкует вторую Сейчас можно сделать агрессивный блинк Подрезает еще несколько роучей Фраер хорошо контролит Лимиты сравнял В это время зелки отменяют четвертую хату Хорошо, хорошо контролирует ситуацию Фраер, успеете? Не отвлекаемся, ребята Не отвлекаемся Хата никакая Блин, не доконтролил фраер И не успеет Кажется Ноу! 15 хитов! Да, но последнее дело Даже если бы сделал удар Двойная атака Единичка армора Остался бы один хит Но зелками надо было тыкать в хату А не отвлекаться на дешевых псов Но, конечно, эта хата не жилец Естественно, не жилец Потому что и призмы летают И вот Дарказа варпал Ничего ты с ним не сделаешь О, гид распалилась Гид распалилась Срочно роботехнический узел нам нужен Мэйдэй, мэйдэй С имморталами как-то не очень хочется Нет, фраер решает Достроить сталкеров просто Мимикридов убивает А у него 200 лимита Видимо, он собирается просто сейчас Надавить посильнее на зерга И его мясной лимит Таким вот образом бить Гуаран щилд Грейды 0-1-3 против 1-2 Сталкеров блинковать Блинковать забывает немножко Форсфилды обновил неплохие Роучи расклеиваются Гидра стоит неплохо штампует Но под Гуаран щилдом Против грейжных сталкеров Она тоже ничего сделать не может Агрессивный блинк Лимита у зерга уже меньше И это, безусловно, 2-0 Это, безусловно, фраер в финале И это Рокскиз Молодец Молодец Сейчас дожать немножко Вот так вот его Ну, потому что там газа нет Потому что Гидра он не сделает Ему придется сейчас с собаками Пытаться вот эту вот тему пробрить Нужно дождаться подварпа Вот он подварп Плюс еще 10 юнитов Просто блинковаться от собак Тянуть их сталкерами Да, Гидры здесь слишком мало Попытка отбиться ГГВП Безуспешная от Хёна И фраер выходит в финал Хорош Сейчас нас ждет второй полуфинал С участием С участием Рокскиз Тайтона И... А кто там второй-то? Второй либо Красс, либо Сейпло, кажется Но они должны были уже доиграть Сейпло это будет ПВП Мне что-то кажется Что они будут на Евро играть Да Ага, да Другой полуфинал На европейском сервере Поэтому покидаем Америку И... Идем На Европу Да, приятно Приятно, конечно, видеть Уже первого Финалиста Ну, нашего финалиста Да Призы хорошие Турнир хороший Игроки хорошие Если посмотреть на изначальную расстановочку Ну, мы будем, естественно, прыгать через Титана Они, скорее всего, игры уже... Ну, карты подчеркали Есть у нас небольшая пауза Поэтому задавайте вопросы Передавайте приветы Оставляйте все это дело в комментариях К... В репортажу Зоток СК-2 Последний коммент был 71 85 их всего 71, 71 Пробовал запускать Джаги Тальянс Да, пробовал запускать Джаги Тальянс Второй даже поиграл немножко Где-то минут 20 Вот Понравилась Внимательность к деталям К переводу, в частности Все прошел нормально Без косяков Загрузил в оконном режиме Это значит, что и со стримом Не будет никаких проблем С захватом Когда выложишь Neverhood Я не планирую его выкладывать Потому что там была Очень маленькая трансляция И очень Непонятная Что с Игнорлистом Когда доделаете Игнорлист Руки чешутся Отрубить доступ к себе троллей Сейчас посмотрю Есть ли у нас в задачах Игнорлист Антисмурф Стилизация под новую версию Нонфлэш версия чата Попап чата Подождите А, да Антисмурф Баны на все чаты было сделано Вкладки для чатов Этого даже в задачах нет Давайте добавлю в планы По крайней мере А ты будешь играть Еще в Диабло 3 Просто По чуть-чуть Или вообще забьешь Скорее всего буду играть По чуть-чуть Если это вообще возможно Но Опять же Скорее всего Пройдет Какое-то время Слышно их прилично Щелчки Что же сделать Так-так-так-так-так Комменты По щелчкам Там разобрались Вроде В хорошем смысле Заклинаю Постараюсь конечно Смотреть прямую трансляцию Однако люблю Пересматривать Веселые стримы Иногда Да Майкер Майкер Передай Привет моему другу Он На Кавказе Не может смотреть стрим Странный привет Как же он услышит А это же Револьф Револьф У тебя же были косяки Привет тебе Ну он знает Мне бы хотя бы Одну треть От мультитаска Фраера Хелен Ооо Титан ожидает Секундочку Джонимся Второй полуфинал Нельзя пропускать Да И насчет Готики Миш Сори что тебя грузил Когда писал На мейл Просто игра реально Хорошая Я все прочитал Думали Проводили же голосование И Готика была в голосовании И победил опять Варкрафт Поиграли мы в Варкрафт Потом провели снова голосование Победил Кто там победил Это господи А ЛА Победил Нуар И завтра будет стрим По ЛА Нуар И всегда придется Выбирать И расставлять приоритеты Потому что Игр хороших Много И новых И старых И на все Не хватает Майкер Эх Жалко Квоты Кончились На геймер лайф Очень хотел с вами Познакомиться Пишет Кефир Придется До следующего года Ждать Да Ну там будет Скорее всего Стрим Оттуда И если совсем Уж очень хочется То можно присоединиться К команде СК2ТВ Или Какой-то другой Но Да Тогда Поменьше будем Общаться Речь идет о Акции от Gamer.ru От сайта Которая проходит Уже в третий Целый форум Это называется Форум Игровой Где представлены Разные Интернет-издания Или команды Если угодно Там есть команда Разработчиков Геймдев Есть команда Я не знаю Относящаяся к киберспорту Вот Гудгеймовская Вот И Кажется В нашей команде Уже 30 человек Будем Общаться Будем Играть в волейбол Или что там будет В этот раз Стрелять В лазертаге И Соревноваться С другими коллективами Нарисовал рисунок Должен был его распечатать Принести Лично Во время встречи Рокса в Пэксе Но не смог прийти Не хотел добавлять Картинку в пост Ибо слишком большое разрешение Посмотри пожалуйста Сейчас глянем Надо показать На стриме Народ заценит Клево Добро Это просто добро Бобер и Фатонга Спешл Фок Гудгейм С росписью даже Ох ты Оно в реальном Большом разрешении Спасибо большое Очень Очень приятно Сохраню-ка я это Спасибо большое Так Попробуй игру Как достать сосед Да Уже в который раз Дотошка Предлагает А можешь поделиться ссылкой На твой Джагит Альянс Ай Нету мне ее Я ее искал Ну то есть Искал А потом уже Получил личные сообщения Ну Сейчас логинится Это несколько Ну не сложно Найти Там главное Джагит Альянс Второй Плюс Патч 1.3 Какой-то там Передай Привет Сане Медведеву Привет То есть Мне А то я лежу на диване Ты мне привет Не передаешь Сколько можно ждать Говорит инспектор Сам не мог догадаться Саня 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 Отдыхай Лежи Смотри стрим Привет Тебе Майкер Вот допустим Ты будешь стримить До 35-40 лет А дальше Ты куда себя сможешь Зарекомендовать Тот же самый вопрос Киберспортсменам Куда они пойдут Работать после Своей деятельности Вопрос Очень насущный Неоднократно Поднимался Если говорить О людях Которые Как-то себя Сумели проявить На киберспортивном поприще Говорю не о себе Есть много Хороших примеров Типа Андроида Экса Брюса Адвоката Караваджо Большинство Из них Большинство Из тех людей Которые сумели Достичь Каких-то достижений Вот В Хоть это и в узкоспециализированной Сфере Но все-таки Наши с вами Они умудряются Получить хорошую работу Устроиться в жизни Потому что Наверное Навыки Умения Не знаю Там много разных умений Но самое главное Какие-то наверное Амбиции Стремиться Исправлять ошибки Стремиться Ну хоть как-то Работать над собой Они позволяют Им Не потеряться Дальше в жизни Вот Алана возьмите Того же самого Есть Ну Большинство Очень хорошо устраивается Вот А за меня не беспокойтесь У меня Есть Убедримый Гудгейм Который растет Растет постоянно И Комментирование Это часть работы Которая Приносит удовольствие Вот Не беспокойтесь Если есть возможность Устраивать стримы По Варкрафт Хотя бы Раз в две недели Сейчас чаще Получается Баневур Не даст мне Халтурить Я чувствую Уже Третий раз Звонил вчера И говорит Надо практиковать Три на три Надо практиковать Два на два Смотри Сколько народу смотрит А что с Вайтера Где он слил А он не слил У него очень плохой Коннект Сегодня именно Почему-то на Америку Он после первого матча Сказал что не сможет К сожалению играть Потому что Там 10-15 раз в игру Зависает на секунду На полторы Игра Из-за лага Где можно посмотреть Воды с икса Когда там Брюс отжигал В разделе видео Варкрафт и Старкрафт Кажется всегда будут побеждать Может я ошибаюсь Нет Почему Старкрафт Кстати присутствовал В голосовании Победил Элэй Нуар При этом Так что Выбирая между Бобрением В частности Или Какой-то новой игрушкой Ну тогда выбрали Новую игрушку Я думаю что Это такое Ситуативное решение У вас в Белгороде Власть исполнительная И религиозная Слились Вообще Не пони Грамотный вопрос Евгения Сейчас Всестороннее насаждение Религиозности Происходит Говорит Евгения Я просто очень далек От вот этой вот социалки Которая окружает Мы Хотя с другой стороны Вот в школе Я знаю есть предмет Довольно стрёмный Вот Даже Путин Подметил Когда приезжал Слишком много храмов Слишком много храмов Интересно Да Что-то у вас слишком много храмов Не к добру Когда Путин говорит Понятно Нет Ну Пока Это Нас сильно Не касается Хотя Женя знает Об этой проблеме А кстати По населению Это у нас как У нас же Большая часть Это из области Скорее всего Это обусловлено Именно Менталитетом И Происходит Из Специфики Такой вот Деревенской Вполне возможно Потому что Белобласть Населения 800 что ли Ой Боюсь соврать Ой боюсь Короче В городе Есть Домишки Такие ветхие Одноэтажные То есть Это тоже Определенный Показатель Того что Ну Какой здесь Склад жизни Нет Нет ветких Проходили Вчера с тобой Домик Снесли Одноэтажный А рядом Стоит Бревенчатый Проспект Славы Нормально Ладно Хорошо Не столь важно У нас тут Дома 7 компьютеров Стоит И 2 интернета Все хорошо Продвинуто В меру Так Ладно Второй полуфинал Титан против Сейпло Да Не теряемся Играют они До 2 побед Естественно Мы болеем За Рокски С Тайтона Который Зареспаунился Слева В зеленых Трусах И Сейпло Шведский Тос Шведский Жил Флаг Прямо четко У меня В голове Но почему Да Шведский Шведский Но какие-то Сомнения Были Карта Метрополис Респы Соответственно Противоположные Посмотрим Ну Титан По своей теме Не делает Раннюю разведку Сейчас будет Добавлен второй Газ На 19 А нет Нет Титан не по своей теме Титан вообще Рашит 4 гейтов Вслепую Да Второго Газа Не появилось Зато Появился Полный Энергии Нексус Извините И Ну Это Это Косяк Не знаю Правда Чей Сейпло Достраивает Второй Газ Не отменяет Причем Его Но он Видит Что там Будет Агрессия Титан Пошел Бустить И Сталкера И Грейт На Варп Гейты И Рабочего Что Происходит Видимо Он решил Симитировать Пуш Да В Старкрафте Такое Периодически Случается И То есть Сейпло Пришел Сейпло Кстати Отдал Пробку Невнимательно Это Очень Хорошо Сейпло Пришел Увидел Что Да Меня Будут Рашить Буду Кая Бояться Бояться Я буду Следующим Образом Буду Строить Сталкеров Очень Быстро Под Бустом И Буду И Постараюсь Сделать Как Можно Быстрее Сентрика Скорее Сего После Второго Сталкера У него Будет Третий Сентрик Потому Что Страшно Так же Он Да Должен Добывать Второй Газ Нет Смотрите Ко Третий Сталкер Неужели Не Спугался Потому Чистые Тесталкеры Не Позволяют Вам Отбиться От Стандартного 4 ВГП Агрейд Нагиты У него Нет Неужели Не Повелся Супостат Ладно Титан Добавляет Еще Два Гейта Но Это Все Идет Через Завод Робототехники То есть Через Роботикс Никакого Раша Не Будет Это Будет Легкий Поджим И Ведь Не Боится Швед Мог Отлететь Мог Два Барака Всего Без Сентрей Титан Заходит Начинает Контролить Хорошо Зелком Потанковал Это Фейк Фейк Это Фейк Догадается Ли Об этом Сейпло Титан Пытается Как Можно Убедительнее Сыграть В Агрессора Но Не Удается Придется Отменить Пилон И уйти В Освоясь Что У нас Сухом Остатке Получается Сейпло Мы Замедлили В Технологическом По крайней Мере Развитии Вроде Да Потому Что У нас Роботикс У него Сумречный Совет Еще Не Готов И Даже По Экономике Даже Титан Успел Перегнать На Двух Рабочих Противника Так Что Пыль в Глаза Он Немножко Попускал Сам В это Время Выходит Очень Резко В Колоссов А у Сейпло Выход Блинка Сталкера Обычно Если Игра Разворачивается По такому Сценарию Очень Высока Вероятность Появления Размена По Базам То есть У одного Будет Мобильный Отряд Который В любой Момент Может Запрыгнуть И Ну Начать Убивать Рабочих И базу А у Второго Большую Часть Игры С появлением Первого Колосса В частности Будет Развиваться Желание Выйти Со своей Базой Ну Потому Что Он Сильнее Типа Вот И Сейчас Сейпло Скорее Ой Скорее Всего Будет Выходить На Нычку Да Ну То есть Роботикс Он делает Только Для Пса Три Барака Прекрасно В Нексус Вписываются Он Пришел Увидел Что Там Робо И Должен Сейчас Сыграть Вот В Так Не Добавляй Гейты Да Ладно Ну Что А С Чего Вообще Ты Решил Что Тебе Так Можно Делать Чего Он Видел Любопытно Ну Просто В лоб Он Не Убьет А Он Собирается Убивать То есть Четыре Барака Против Трех Имморталов Роба И Выход В колоссов Ну Куда Тебя Только Развлекать А Если Развлекать То Зачем Четыре Если Можно Сделать Три И Нычку Видимо Он Чего Не Понял Ой Опасный Момент Цепло Недоконтраливает Теряет Одного Зилка Теряет Второго Зилка Третьего Зилка И Ну И Куда И Отступает Все верно У Титана Сейчас Все Хорошо У него 55 Лимита Лимит Причем Более Качественный С точки Зрения Удара В лоб Конечно Менее Мобильный Естественно Но Это все Таки Сталкеры С блинком Тут уж Ничего Не Попишешь Вот Но Сейпло Делает Какую Реально Непонятную Тему Он Собирается Просто В тупую Размениваться Вот Либо пытается Убить в лоб Но он поймет Что в лоб Он не убьет Опасный момент Ой-ой-ой Минус Сталкер Подрезал Сталкера Вот сейчас Он понимает Что блин Мне придется Размениваться Где мой Обс Делает Подвар Забегает Сталкерами А Титан Пытается Вернуться Домой Возможно Это ошибка Так Колосс 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 Внимание Колоссов Факусят Убивают Всего на одного Сталкера Меняют И на роботикс Ай-яй-яй-яй Да Титану Нужно выходить На нексус Тогда Сейчас У него Очень много Вариантов Ой То есть Очень мало Вариантов Потому что Апсаун Не собьет Сейчас Без Робы Единственное Что ему Можно делать Это терпеть А нет Вот она Опция Прокси Пилон И попытка Зайти на Мейн Да Выходит на нычку Все правильно Ну В такой ситуации Это решение Кажется действительно Оптимальным Если ты смотришь Если ты видишь Что у противника Если ты видишь Что у тебя Выход обречен Потому что Потому что он обречен Ой А сейпло Собирается Поджать С дарками То есть Он делает Он Зная Об отсутствии Роботикс И как следствие Отсутствие Опса По крайней мере Временного Собирается Сыграть Дарками Ну Дарками Можно и позже Сыграть Когда есть Опс Особенно Имея Вот такой Мобильный Отряд То есть Можно пожертвовать Сталкерами И отфокусить Опса Вражеского Вот Но это рискованно Ой-ой-ой Ну контроль Что ж ты Блин Хотя можно сейчас Пару сталкеров Отрезать Минус один Минус второй Минус третий Хорош И минус четвертый Еще Да Хорошо Хорошо Вроде бы Правильное Телодвижение На опса Получилось А Вышло Что нет Так Еще форжа Хорошо Запрыгивай Сейчас сейпло На мейн К Титану В это время Остается небольшой Каратель Нифига себе Небольшой Тут столько Зилотов Сталкеры пытаются Уйти Умирают Ой они сверху Не выпрыгнут Ты что Зачем ты сюда Забежал Реально Отсюда не выйти Только через крышу И сталкеры Караются Просто Правда Зилоты Заходят Начинают через атаку Просто убивать Нексус Колосс Не определяется И не успеет Не успеет Ничего Помешать Никак Ничем Но с другой стороны Сейчас Ой колосс 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 И Дарк Тут начинает Нарезать Видит ли это Титан Где Опс Опс Нужен Титан не Видит Дарка Дарк Нарезает В этой Неразберихе Сложно Понять Вот Сейчас понял Сейчас понял Что нужен Опс Да ведь Да нет Не знаю И Дарк Заходит на мейн Не увидел Начинает Нарезать рабов Как же он сыграл Это хорошо Нарезка Полным ходом Просто Единственное преимущество Титана Это Качественный Лимит То есть Он сейчас Может Вот этой Небольшой Группой Уже Сделать Бобо Противнику Потому что У врага Вот такая Группа Сделает Из сталкера Хотя Хрен Заберешься По крайней мере Можно нычку Убить Да Не давать Ему тоже Нычку поставить Здесь Отбиться С опсом Где С опс наш Он же Строился Куда Полетел То Друг Не понял Где Опс А вот Он Висит Давай Тогда Сталкера Потерялся Титан Потерялся Он Видимо Здесь Вот Занят Немного Вот Решил Убить Ударка 22 киллса 20 Так Его Розеток 2 25 26 Окупился Может Зайдем Наверх Как там Там уже Трэш Просто А не лимит По качеству Поконтролить Немножко Колоссы И все Форсфилды Не остановят А Титан решил Тактически Поступить То есть Он Отменил Нычку Поставил Контрольный Форсфилд И отступил Сейчас Рабочий 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 Восстанавливает Мейн То заканчивается У противника Вот Дарк Конечно Понарезал Но Минералы То они Остались Еще Два Пса Дарк 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 Заметь Дарка Заметь Дарка Рабочих Не отдавать Ни одного Нельзя Рабочих Отдавать Правда Зилки Здесь Зилот Один Убил Убил Не 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 Убил Хорош Расконтролил Титан И Зилка Не потерял Молодец А вот Сейчас Сейпло Очень Неприятная Ситуация У него С одной Стороны Вроде Как Лимит Больше Даже Но Этот Лимит Ну Частично В Рабах Но Ему Зная О нычке Титана Хочется Сейчас Проявить Себя То есть Он хочет Выйти Потому что Ставить нычку Вдогонку Это Отдача Инициативы Определенного Рода Сбрили Пилон Уже Хорошо Подвар По не Будет И Вот Вроде Надо Ставить Нычку И Вроде Как Хочется Давить И И Че Делать В такой Ситуации А тут Еще Прокси Пилон Ой Рабочих Берет Да Ладно Улын Улынчик Улынчик Ну Хорошо Пофиг На пробки Потому что Два колосса Хрен что Сделаешь Ну Можно Конечно Блинкануться Сталкерами Но Сталкеров Всего Шесть Человек И Если Ты Блинканешься Под Двух Имморталов Под Других Сталкеров Это Очень Плачевно Может Закончиться Очень быстро И очень Плачевно Да Сейчас Будет Атака Атака Последняя Цепло Мейн Закончился Че Делать Решил Он Не затягивать Ну Давайте Посмотрим Так В бой Не томи Сейчас Будет Подвар Последний Видимо Там Сталкер Сталкер А Дарк Точно Дарк Это Хорошая Идея Можно Сыграть На Псе Точнее На Его Отсутствие Но Здесь Вроде Обс Есть Да И Есть Возможность Его Подстроить Так Что Я думаю Это Дешево Под шумок Нарезать Такой Ситуации Маловероятно Может Не будешь Может Сразу ГГ и Выйдем Не Томи Пошла Атака Форсфилды Да Сталкеры Делают Блинк Под колоссов Но тут же Получают Залпы Минус Три Сталкера Колоссы Высокой Ну тут Очень высокая Плотность Пробок И Так Заходят Дарки Апса Нет Да ладно Апса Нет Апс Под бустом Но Дарки Нарезает А как Так Я Не заметил Фокус 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 Да пофиг На них На самом деле Сейчас Один Выйдет У него Кроме этих Дарков Ни черта Нет Все Пошла Атака нычки В тупую Просто Вылетает Опс Сейчас Очень быстро Дарки должны Развалиться Давай Минус 1 Минус 2 Хороший Форсфилд Кстати от Сейпло Обновляет Большая часть Армии Не может Сражаться Но и Этой части Неплохо Хватает Чтобы усложнить Жизнь Сейпло Иммортал Убивает Сталкера Очень ждут Ребята Вот выхода И Ну и собственно Все Нычки Нет Последние Рабочие В бой 31 лимит На 70 При всем Желании А желание У Сейпло Конечно Много раз Он не сдается Но Выиграть Невозможно Гуд гейм Гуд гейм 1-0 В пользу Титана Второй полуфинал Игроки Команды Рокски Себя Пока Очень хорошо Проявляют Рокски С Фраер Уже Находится В финале И ждет Победителя Этого Кажется 21 поставлено И соответственно Вечер Ночь Будем играть В LA Noire С вебкой В шляпе Как вы и просили 95 Комментарий Был последним Нерча На Team Liquid Прокомментировал Своё поражение Кстати Давайте посмотрим Как он прокомментировал Своё поражение А Ну да Я уже вижу По какому сценарию Игры проходили Нерча говорит Да Два раза Он мне за форсфилд Дел Рампу с призмой Он выиграл Но я не думаю Что Что В принципе Возможно Выиграть Много игр Таким способом Потому что Еще раз То есть Он говорит о том Что Не получится У него Несколько раз Ну Постоянно Так выигрывать Потому что Я просто Всю армию На мейн Вот я не совсем понял Почему На мейне Он будет отбиваться Если Там стандартная Третья база Есть на шакуросе Видимо От карты Зависит Короче Говорит Что долго Это не протянет Ну Не получится Но он Все таки Проиграл Это важно И Фрайер Вот сталь 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 Так Если ты не займешься Политикой То политика Займется Тобой Не Можно достаточно Долго Избегать Особенно Имея Онлайн Бизнес Единственное Что осталось Сделать Это Ну ладно Не важно Так Оплата Премиум Через карты ВТБ Не нашел Ее кажется И нет Еще Рейтинга Не хватает Тебе что Не нравится Жить в Белгороде Нет Мне нравится Жить в Белгороде Просто Этот Склад Вот И Особенности Политическо Религиозные Я просто говорю Что они Мне не касаются Пока что Вот Православие Белгород Православие Самодержавие Плодородность Понятненько Ну удачи Брюс Макпхакер Конечно же Конечно же Так Привет А не страшно Дома хранить Кучу компов И техники Как у вас В городе С криминалом Да вроде нет Ну то есть Самая большая Опасность Это не Сами компьютеры А Содержимое Но Во-первых Пароли Защищенные диски И Бэкапы Каждый день На В интернет Самое ценное Это как раз Там Бухгалтерия Вебмани Документы Таким вот Проявлением Когда человек Может спылить Когда он может Употреблять Нецензурную лексику В этом плане Россия Она все-таки Более архаичная Если так можно сказать То есть Более традиционный Что ли Склад у нас У нас У нас Не понимают Если человек Начинает Материться В игре Оскорблять Других Ну то есть Это ненормально Его считают Невоспитанным И Считают Что у него Что-то не так Вот А если Посмотреть Ну Как бы Казуальные Фильмы Американские Я не говорю О высокобюджетных Где делается Все на Очень высоком уровне А именно Такие Бытовые Что называется Там довольно часто Присутствует Вот Отображение Стиля Ну Более Свободного Что ли От Каких-либо Цензур И норм Общения Поэтому Я думаю Что это Такая Американская Демократичность Проявляется Так Вот Его бы у нас Ну Не терпели В русских Командах Естественно Было Очень много Примеров Как Игроков Ставили в рамки Когда Они хотели Играть за Ту или иную Команду Не буду называть Никнейму Но наверное Вы сами знаете Прекрасно Примеры Это относится Не только к русским Но и к европейским Командам Все-таки Киберспорт Интернациональный И Всегда будет Столкновение Разных Типов мышления Разных Воспитаний В общем Ладно Не важно Что случилось Открыть форточку А что Ты не достаешь Что ли Сама на форточке Ну ладно Хорошо Вторая игра Титан против Сейпло Если не так давно Присоединились У нас сегодня Интересный Онлайновый турнир Ежемесячный Финал Зотека С участием 16 лучших Игроков По результатам Онлайновых турниров Опять же От этого же Самого Зотека И хороший Призовой фонд 800 евро Который достанется Который распределится По трем местам 500, 200 и 100 Соответственно Первое, второе, третье В финале уже ждет Рокски с Фраер Победителя текущего матча В данный момент Пока что Рокски с Титан Выигрывает А и Сейпло Со счетом 1-0 И у Титана Такой же билл То есть он не тратит Бусты Пока что И кстати Сейпло Тоже не делает Разведку В этот раз Вот Привет Модераторам в чате Надеюсь Вы контролируете Температуру Потому что Потому что Настроение Я вижу Накаляется Такое Да я Да ты Ладно Это хорошо Что контролируется Бегая Титан Посмотрел Нет ли Прокси Бараков Прокси Пилонов Все спокойно Все хорошо Пошел на разведку Дозел Нагин Видимо до ближайшей Ой Какой быстрый Быстрый Прибыстрый Завод робототехники У Сейпло Вот он играет Сейчас чисто Пытается подстроиться Видимо пересмотрел Начало реплея И решил Что нужно сыграть По другому В отличие От прошлой игры Он не просто Он просто Он не только Не делает Ранней разведки Но и принципиально Меняет Стиль игры Вместо блинг сталкеров Он сам Резко выходит В роботикс Роботикс Может быть конечно Два принципиально Разных варианта Это может быть Выход на нычку С теми же Самыми имами Или сверх Например Быстрый Выход в колоссов Как было у Титана В прошлой игре А Титан Рашид С четырех бараков Красавчик Просто вот взял И Сейчас накажет Я не вижу Как здесь можно Отбиться В принципе Пробка Ставь 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 Пилон Поставил Один пилон Держись Пробочка Все Сейчас можно Заходи Заходи Срочно Там С одного Гейта С С Сентря Но это Такой бред Такой бред Хрен отобьешься Ты Хрен отобьешься Заходят два сталкера Убивают Вражеского сталкера Идут для подварпа Для подварпа И пошло Поехало Все ГГ Рокскиз В финале Да хрен С два Ты отобьешься Здесь Ну просто Никак Пока будешь Иммортала ждать Тебя половина Рабов убьют Друг И Титан Начинает Насаждать Свои принципы На базе У противника Это здорово Открывается Первый гейт Но сейплос играл Очень нагло Ну очень нагло Ну просто Сверх нагло Выходит Иммортал Надо наверное Отфокусить Роботикс Тогда не будет Второго имма Дождаться подварпа Половину зелки Половину сталкера Желательно Да 50 на 50 Все верно Но нужно чтобы Кто-то танковал имма Ну и Нужна группа Чтобы И вот Сталкер начинает Провоцировать Убивает Много-много Рабов Правда Открылись еще Два гейта У сейпло И размен прошел Надо отступить Сейчас отступить Титанчику Аккуратненько Аккуратненько Сейчас подварп Зелков побольше Да 3 зелка Ой-ой-ой Минус 2 сталкера Ой-ой-ой Аккуратненько Аккуратненько Постреляй по рабам Постреляй по газу Да хорош И не надо ломиться Пилон 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 Вот А сейчас Да Сейчас попробовать Вот иммортал Нужно как-то зафиксить Этот паразит Он всю малину портит Вот сейчас И сейчас Неприкрытый иммортал Раз Да Ну сейчас Неприкрытые сталкеры уже У иммортала сняли все щиты Как там подварп Отлично 5 сталкеров зил Это как раз Минимальное танкование И максимальный фокус О Хорошо Снял пилон На котором варпали Сталкер Выиграл несколько секунд Подрезал сталкера Справа Подрезал сталкера Справа второго Ну Ж Еще минус один сталкер Но это потерял Своего сталкера Что происходит Сыпло отбился Да ладно Вот не говори гоп Иммортал вообще папашка 6 киллсов Он столько Принес пользу Общество Что Возможно Не надо было стрелять По робе Возможно Надо было до того Как выходит иммортал Просто мочить рабов Мочить рабов полностью И тогда К тому моменту Как иммортал выходил бы Там уже был такой Трэш Вместо пробок Беда И сразу на нычку Укрепляем преимущество Хорош Очень четко Очень четко Сейплом Отбился И ведь нагло же С одним бараком Всего Один барак Против четырех Ладно Смотрим Что делает Титан Он во первых Выходит пробу Ой 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 В роботиксе Он делает Апса А что дальше Нычки у нас нет Сумречного Нет Блинка Соответственно Тоже Как действовать Будем Я не знаю Титан в такой ситуации Ааа Фастколосы Ох 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 Так Ну Мысль его понятна Он сейчас будет выходить В более позднюю нычку И развлекается Быстрой призмой Это неплохой выбор С одной стороны Против экспанда Но хреновый выбор Против сталкеров С блинком А Сайпло Сделал И то и другое Потому что Ему позволили Он сделал И эксп И Сталкеров С блинком Фу Блин Как же так-то А Должен был бы Пробревать В серии Так вообще В нули Четыре гейта Против одного Какие вообще шансы Ладно Смотрим дальше Еще естественно Не все потеряно Но инициатива Отдана Чтоб просто Не догонишь А нет Это все-таки Выход фаст колоссы Пуш видимо С первым же колоссом Ясно Не будет развлекать Не будет ставить экспант Будет улынить С одной базой С колоссом Без рейнджа Ой-ой Ай-яй-яй-яй Такая призма С такими зилами Надо валить отсюда Один хит у призмы Улетела Правда зилы-то потерпят Минус один Минус второй Естественно Минус третий Жалко Шесть лимита Тут в принципе Лишнего лимита нет И вот самое главное Что сейпло В принципе Может убить в лоб Просто используя Блинг сталкеров Его задача Выбрать место Такое Чтобы можно было Атаковать Вот этой вот Небольшой кучкой Там 3 зилка Опустить вперед Горден щилд Урбить Иммортал Чтоб стрелял И просто сделать Блинг Фикс на колосса Вот делаешь блинг И делаешь 2-3 залпа На колосса С таким количеством Сталкеров Наверное даже Нет в 3 Все-таки пока А вот с таким Наверное уже в 4 В 2 получится Просто фиксишь колосса И все И пуш обламывается Оп Минус Опс Пошел дроп Нет дроп Не пошел на мейн Ааа Разделил войска Хорошо Минус 6 лимита 89 на 74 Да мало как-то Нас Ладно Пробуем Ой Хороший форсфилды Неплохо отгородил Зилков Ой-ей Вот он колосс Прячь его Спрятал Хорошо контролит Хорошо контролит С призмой Уводит колосса Красавчик Как расконтролил Лимит уже равный Вы только посмотрите Все вроде сделал Как надо Сейпло Но призма Та выжившая С одним хитом И сейчас попытка Убить колосса Убьет колосса Насколько потеряно На этом 60 Уже меньше лимита У сейпло И врезается Убивает иммортала Ой-ой-ой-ой Титан просто красавчик Как из такой ситуации Можно выйти С сухим Не представляю Он разруливает Он отменяет нычку Он заходит вперед Наверх на мейн Правда здесь идет Подвар бзилков Но что творится на мейне 4 сталкера 3 забыл сейпло Нельзя так ошибаться Нельзя Иммортал настреливает Сталкеры Ой Доконтроль 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 И здесь подвар Начал контролить Иммортал и сталкеров Шаг-выстрел Шаг-выстрел От пробок Убивает всех сталкеров Противника Нужно что-то делать С пробками Может отковыряться Противник Ну потому что там Подкрепа только-только идет Да И сталкеры красные А здесь Зелки Что по рабам 21 на 27 У Титана Больше рабочих Ему нужно валить отсюда Хотя хотелось бы Лучку Не надо было заходить Видимо Да Надо было просто Убивать экспант Но там подвар было У тебя Да Могу только констатировать Тот факт Что Титан выжил В плане микро Чуть ли не максимум Который можно было Выжить из этой ситуации Оп Опасный момент Сталкеры получают Но есть блинг Запоздалый Форсфилд Такой Слоупочный Но проблема Осталась Проблема в виде Нычки Осталась И Титану Нужно с этим Что-то делать Он Ждет иммортала Варпает Мясцо По лимиту он выигрывает И это неудивительно Потому что У него рабочих Плюс 6 Хотя тут Распределение лучше А Погодите Ему что Убили Ему убили робу А да Это тот единственный Иммортал был же Вообще Так он сейчас Просто за счет иммортала Более качественной армии Может забрить Посмотрим Давай Не расслабляемся Сейчас ситуация Еще лучше чем была Потому что Лимита больше Давайте посмотрим Хорошие форсфилды Позиция плохая У Титана Он пытается Стянуть вниз Армию противника Чтобы все его Атаковали слева Стенка на стенку Но вроде Размен идет В небольшой Плюс сейпло Хотя сейчас Плюс Титана Подвар прямо здесь Но у Титана Подвар наверху К сожалению Не все сражаются Остаются сентрики Без маны Нужно по вот этим Иммортам подойти И нужно отойти 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 Не сражаться с рабами Хорошим форсфилдом Загоняет Сталкеров Наверх Имморталом Через шифт Пытается протоковать Но он слишком сильно увлекся Отойти Отойти до подкрепа Подкрепа только что пришла Рабочих поубивал Просто огромное количество И по лимиту Титан выигрывает И последние пробки Идут в бой Какой-то непонятный Форсфилд Непонятный последний Подвар Фикс Иммортала Иммортала хорошо контролит 5 киллсов И это безусловно Это безусловно Уже ГГ Иммортал выжил 4 хита Рабочих У сейпло 14 на 29 18 лимит на 54 Хороший блинк Но минус сталкер На минус иммортала Нычку сейчас можно Пофиксить Подсвечивает Убивает Сентря Ждем подвар И забираемся наверх Победный марш Пэй пусти Слышь Не получается Ладно Пользуемся случаем Убиваем Фиксим Нексус Рабочих Нету Давай Додави Додави его уже И заходит Титанчик Фиксит Фиксит Сталкера Нет не фиксит Сталкера Фиксит Сентря Он не знаю Кого он фиксит Он сначала отдал Двух сталкеров Потом зафиксил Да Но все равно Заходит ГГ 2 0 Титан закомбэщил Просто по красоте И у нас Очень приятная Для российских болельщиков Ситуация 2 игрока Ну Команда Рокскиз В данном случае Получилась Из России И Украины Оставили далеко позади Всех остальных Европейцев И даже корейских Игроков Приятно Приятно Ну а мы с вами Будем смотреть Как 2 протоса Титан И фраер Будут сражаться В финале За 500 евро Здорово Ну вот Эта ситуация С колоссом Со сталкером С блинком Казалось бы Все логично Опять же Сыпло Зная О выходе Зная С чем Сталкеры Правильно Все Нужно Делать Их массе Добавить Гейтов Четко Сконтролить Чтобы блинк И фокус Но осталась Призма Осталась Призма И она Как раз Поглотила Где-то Вот эти Вот два Выстрела Нужных И сталкеров Посыпалось Слишком Много В тот Момент Здорово Здорово Молодцы Брюс Доволен Наверное Сейчас сидит Добавил субтитры Крафт Тоже Доволен Да Молодцы Молодцы Это Приятно А сколько Роксов Что-то Было А Двое Было Кстати Фраер До Титан Молодцы Ну Единственный Минус Пожалуй Из всего Этого Действия Что придется Смотреть Еще Пвп Про Американский Менталитет И так далее Это неправда Идру держит Вега Потому что Идра Он Плохой Мальчик А всем Далеко Интересно Зайти На стрим И повайднить На его Бэм На его Очки Ну Понятно И понесло Дальше Понесло 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 Ну Естественно Для пиара В команде Выгодно Иметь Такого Эпатирующего Человека И Пару раз Они же Я вот Не помню С чего Все началось Но вот Эта вот Тема Хака И Идры Кто после Кого Вступил В ЕГ И Вот Это вот Противостояние Которое было До того Как они были В одной Команде Команда Обузила Да Да Крафт Красавчик Смотрите Сейчас он Такую Подборочку Сделал Мотивирующую Сколько Ты в среднем Зарабатываешь В месяц Конфиденциальная Информация Почему Виолетта Ушел из Эмпайры Я только сам Сегодня узнал Не знаю И снова Вопрос Сколько Ты зарабатываешь В месяц Ничего себе Что делать Если забанили На ГГ По Айпи На ГО Это нормально Ну значит Ты сильно Нашкодил Да Ну если тебе Хочется Здесь Остаться То Ну Прокси И вести себя нормально И вперед Вот Комментарии Смотрите Да Два раза Я проиграл На рампе Но не думаю Что можно Так много игр Выиграть Таким образом И приводит Результат Последних встреч Фраер 2-1 2-0 3-0 2-0 Что ж ты Хорош Просто вот Разбивается Надо ему ссылочку прислать Ну да Тут хорошая Тема Что Отчасти Из-за таких БМ вещей Он стал популярным И Кстати да В магазине Как выяснилось Много тематических В плане БМ Он майнера Майчик То есть Да Это используют Как Как запоминающий Ну Что-то вроде бренда Да Как запоминающиеся фразы Которые продаются Видимо А сколько от выигрыша Достается непосредственно Игроку команды Рокс Кейс Я честно не знаю Какой процент Как там с контрактами На каких условиях Скорее всего Это индивидуально Черт его знает Финал и третье место Одновременно играют Да Не страшно Майкер Что делать Когда все твои мечты Разрушились И жизнь не удалась Если исключить суицид Что-то вообще страшное Прекрати А ну да Можно заняться Какой-то монотонной Физической деятельностью Потому что она Ну поработать где-то Погрузить ящики Но явно Не писать комментарии На киберспортивном сайте Вот тебе и контроль Дириж бамбля Призмы Навыки варкафт Помогают Согласен Там было Нечто похожее Ну let's go Водушевлен Например Что будет ПВП Самый балансный Мэтчап Будет размен базами Они будут играть Еще до трех побед То есть тут Зарубы должны быть Нормальные Серьезные Надо на MSI Pro Cup Теперь переходить Роксом Он выше уровнем Чем Зоток Я не уверен Ну по поводу призовых Не уверен По поводу формата Кажется MSI Pro Cup Все-таки идет дольше Призы там больше Но это что-то вроде Лиги А не регулярного Онлайнного турнира Помнишь В ЦГРП в Тишинке Когда документировал Варкафт Последний день турнира Было много людей Дедмон против хулигана Да Большинство ничего не понимали Стояли-стояли Смотрели Варкрафт Парень попросил На игральной карте Оставить Это было Нет Мы с друзьями Я не помню уже Чепка этого Шесть лет назад было Столько времени прошло Майкер Титан Или Фраер Фраер Выиграет Фраер Турнир Где это НРЧ в записи Оставляет На ТЛ На Тим Ликвиде Поддерживаю создание Чисто ТВТ Лиги Не Я не против конечно Но Я думаю что это будет Какая-то Узкоспециализированная И как следствие Малопулярная И с точки зрения Количества игроков И с точки зрения Зрителей Лига По моделингу персонажей Тематические стримы От Панзара Кажется проводили Что-то подобное На Гохе Если мне не изменяет память Я посмотрел По количеству зрителей Было совсем Ну мало народу По крайней мере у них У нас мы не практиковали Подобные вещи Учился я в Питере Не в Белгороде В Белгороде Мы живем И работаем Кстати Касательно Касательно Джаги Тальянс Отличный поводитель По оригинальной игре Мне посоветовали Играть в мод Или в какой-то там Патч 1.3 Я его поставил И Человек довольно подробно Расписал Относительно Ну мода И чувствуется Что он Много играл Ленуар В записи Сделаешь Да Скажи Имея сайт Goodgame Заработок идет Только за счет рекламы Главным образом Да Пока что так Ну это общая схема Для большинства Средств массовой информации Даже не говоря Киберспортивных То есть Монетизация Других информационных порталов Более Таких Устоявшихся Профессиональных Типа ленты Да Какой креатив Ну это не по поводу Финала Это по поводу Того что ты не можешь Выигрывать По одной и той же стратегии Много раз Сказал Нерчо А игры говорят Другое По стриму Дэйс с револьвером С первого взгляда Смотреть не наш На самом деле Стримы получают Дэйс с револьвером Я даже не знаю Что такое Дэйс Хоместорика Будешь комментировать Не знаю Ну там тейк Но тейк хороший И У Жени есть выход Какой-то На тейка А когда Кстати В хоместоре Не знаешь Если спрашивает То близко Наверное Двадцатых числок Кажется Завтра А за сколько Он туда едет По-моему Там еще до Пятого Пятого Да ладно Можешь тогда У тейка спросить Запрос Мы там Можем разместить Этих Хмм Ноутбуки Рекламу По статусу Скорее всего Будет Тысяч пять Одновременно Ну это Ну это в первую очередь Что интересно Какое количество Зрителей будет И Можно ли Разместить Рекламу Партнера На стримах Так 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 Ля 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 197 Комментарий Много Комментов Сейчас Быстро Разберемся Они Видимо Там Черкают Карты Готовятся Перекуры Перерывы Кроме Старкрафта Сегодня Больше От меня Ничего Не будет Так Довольно Много Старкрафта И Вчера И Сегодня Не Планируете Переводить Сайт Знаменной Зоной Ру Естественно Планирую Естественно В свете Последних Событий С Закрытием Легким Мновением Руки Заявлением В прокуратуру И Черт знает Как это Все Контролировать Надо Валить Делать Зеркало И Валить На Любой Другой Нерусский Нерфный Нерушенную Зону Потому Что Это Как раз Тот Самый Момент Когда Политика Тебя Может Контролировать О Заходим Ну То есть Есть у нас Законы По которым По серии Статей Можно Закрыть Сайт То есть По крайней мере Приостановить На неопределенный Срок Делегирование Домена При Отсутствии Зеркала Нормального Это будет Очень Фатально У нас Есть Есколька Уже доменных Имен Не в Рушной Зоне И не В Рефной Зоне Вот Но Для того Чтобы перевести Полномерно Нужно уже Делать Редиректы И Переводить Уже Сейчас Это связано С особенностями Индексации Поисковых Систем Чтобы Проблем Не было После Резкого Ну Чтобы Все Редиректы Успели Нормально Съесть Поисковики Все Странички На это Как правило Нужно Определенное Время Естественно Сружки Надо Валить Естественно Да ГГРУ Это Можно Сказать Мой Сайт Мой Брата И Друга Мы Ушли Не от Прогеймера Мы Ушли От Проплея Продолжать Диабло Не буду В таком Темпе Точно В Старкрафт Будем Каверить Самые Интересные События Как и раньше Записи Наверхуда Не будет Микрофон Продолжает Потрескивать Проскакивает Робовое Сохватит Терпеть Блин Я даже Не знаю Давайте Для мониторинга Включу Ушки А не Не смогу Не смогу Подождите Сейчас посмотрю Как у нас Идет звук Через Монитор Или через А нет Смогу Раз Два И В ушко Сейчас Наушник Чтобы понять Это треск От микрофона Самого Или это уже Последствия Которые Появляются С Так Раз 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 Вот Слышу Чик 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 Чирик Так Хоть Станет Понятно В чем Дело Именно Не знаю С чем Это связано Долго Рассказывать Уже Игра Начинает Почему Выбор Пал на Белгород Потому что Здесь Все Родственники Все 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 Как покер Успехи Уже давно Не играю Денежка Там есть Но не играю Странный вопрос Не успеваю Сейчас быстро Посмотрю У нас Случай Интересных Пользуясь Случаем Передай Привет Брату Валере И девушке Алине От Лиджилди Санкт-Петербурга Как зовут Нашего героя С приветом Не знаю Ревновала ли ты Женю К кому-нибудь Какие интересные Вопросы Нет Она Постоянно А помнишь Женька Варкас Как ты Дулис Дулис Рассказать Кому Не поверят Подожди А как ты На пароходе Еще Помнишь Ой Дам Дам Ты боишься ПГГ Да нет Он вроде Няшка Спасибо за комменты Почти не играю Но смотрю С большим удовольствием Welcome Welcome Заряжайся Какую последнюю Книжку прочитал И когда Это было Белоснежки Семь гномов Где-то неделю назад Потому что Ира читала Потому что Дала книжку Я смотрел с ней вместе И прочитал Кажется Белоснежка Да Нет Подожди Не Белоснежка Да С каким-то Принцем Там Гномов Не было Было Что-то Вроде Там Паука Или Бобра В общем Ересь Какая-то Если Все Переходим К игре И Мы Переходим Это Финал Это Финал Титан Против Фраера Ой А Фраер Че Чизит Не Не Чизит Фраер У них Один и тот Же Билд Почти У Фраера Перекос Такой В сторону Минералов А Титан Кажется Оставляет За собой Так Скажем Право Проявить Агрессию У него Раньше Находится Кибернетическое Ядро А так же Да нет Нет Ничего Он второй Газ Ставит И бусты Он тоже Не Сейвит Странный Билд Здесь То же самое Короче говоря Никакой Агрессии По крайней мере На начальном Этапе Не предвидится Ни с той Ни с другой Страны Поэтому Ждем Смотрим Смотрим Ждем Никакой Разведки Кстати Со стороны Титана И Фраер Тоже Не грешит Даже На таком Этапе Первый Зилот Никуда Не побежал Пробка Не 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 Слышал Скорее Всего Дают о себе Знать Ну Не знаю Привычка К знанию Стиля Своего Соклановца И Тут Очень Как правило В таких Вот Моментах Когда Два игрока Мало того Что играли Кастомы Они еще Смотрели Ну Более Приснанно Смотрят Игры Друг дружке Против других Игроков Ну Болея Там Переживая И так Далее Они Мирорта В особенности Знают Прекрасно И поэтому В такой Ситуации Особенно В серии Побед Очень Многое Будет оставаться За кадром Для нас Как для зрителей Потому что Они будут пытаться Обдурить Друг дружку Обладая Той инфой Которой у нас Нет вообще То есть И понять Вот эти вот Все темы Телодвижения Зачастую Потому что Они чаще всего Будут основываться Не на картине Игровой То есть Не на разведке А на предположениях Основанных на опыте Такие игры За ними конечно Сложно следить И сложно понимать Но будем пытаться Пошла Первая такая Разведка От фраера Инициатива Он занял Зулнаги Занял Увидел Никого Короче говоря Он не увидел И тут мы видим Различия В плане Стратегии Потому что Со стороны Фраера У нас идет Сумречный совет А со стороны Титана У нас идет Роботикс И сумречный совет То есть Приоритетный Более приоритетный Обс И дефенс Или иммортал При необходимости А тут Сразу Сталкеры С блинком Они получатся Более быстрые Более агрессивные Ой-ой-ой-ой-ой-ой Какой хороший Форсфилд Заходит Двумя зелками На пилон Но зелки-то Отдались Это типа Фейк От Фраера Но он реально Не рассчитывал На то Что здесь Будет такая Интересно Поведется Да Повелся Титан Он Начал Делать Первый иммортал Вместо Первого Пса Более того Он испугался Вот этой атаки И делает иммортала Под бустом Хотя Фраер Играет Блинк Сколько гейтов Три гейта И нычка Да Ты хочешь нычку Поставить Стри гейтов Ну да Судя по тому Что нет четвертого Нет роба И строится пробочка Это Это очень похоже На Nexus Ну и вот такое Контролирование Ситуации За счет Мобильных А нет Роботикс поставил Серьезно Ну хорошо Тогда у Титана Есть небольшое Преимущество Потому что у него И роба пораньше И разница По блинка Получается Несущественная И фраер Было Проявила Инициативу Его за это Наказали Так что Так опасный момент Какой-то Проксипилон От фраера Тут Проксипилон На проксипилон Вот такие Вот темы Титан Стоит На мейне У себя Может быть Делает вид Что там Нычка Может быть Вот принимает Сейчас фраера Фраер заходит Верит имморталов Ой-ой-ой Здесь же Ай Уходит с блинком Но теряет 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 Достаточно много По потерям Уже 600 на 200 По ресурсам Два зелка И тут еще 200 получается Ну где-то Парочку юнитов Подслевал Ну больше Чем противников Нашли еще Проксипилон Но три сталкера В опасной ситуации А хотя У Титана Уже есть тоже Блинк И он Ой опасный момент Недоконтроливает Фраер Теряет одного Сталкера Тут же Второго И уходит Только не через Злунагу А понизу При этом теряет Пилон И При всем Притом Он выходит И ставит нычку Ну вспоминается Пословица Про наглость Что второе счастье Потому что Обоснованных причин Так себе вести У него нет Потому что Влабешник Он проиграет Титана С другой стороны Он и понимает Что ему нужно Рисковать Потому что Титан С очень высокой Вероятностью С имморталами Это с его И при отбивании Уже в который раз Ставит нычку Титан Действительно Ставит нычку Но кроме всего прочего Кстати может быть он увидел нычку Не он не видел Он предполагает Он идет еще в атаку У него вроде как И больше сталкеров И иммортала есть И апсаун сбил Да наверное Можно здесь даже И продавить Титану Преимущество По лимиту Минус пилон Неприятно Ой Выходит Зачем-то Выходит сейчас Фраер Лол Это ошибка Это 1-0 В пользу Титана Потому что Слишком много было потеряно На этом иммортале Здесь огромное количество Уже сталкеров Подвар Фраера не спасает И это первая Быстрая игра ПВП Хотя наверное Опять же Рано Списываюсь С щитов Есть еще Мифические Но все-таки Нет ГГ Ждем Ждем Вторую игру Сколько тебе занял Подъем до Мастер-лиги Ну В мастер-лиге Мы с беты Миша Титан Выигрывает 3-1 Помни мои слова Говорит Дантес Пока что У Дантеса Нормальные Идут прогнозы Титан ведет Предлагаю добавить В голосование По играм Фаренгейт Да Предлагали уже Может в этом году Повезет увидеть Стрим Хорошо Постараюсь Не забыть В следующем голосовании В чате Фаренгейт Было много претендентов Но Фаренгейт В чате не предлагали В прошлый раз А сервера Переводить Зарубежные ДЦ Тоже планируете А то стримерские сервера Будут Проблемы Да в первую В первую очередь Задача Сделать качественные Стримы для СНГ Ну По Тому Числу посетителей Которые Заходят на сайт В первую очередь Россия Украина Беларусь Казахстан Дальше Вот Задача Пока Для вас Сделать Хороший сервис Вот И с этим То бывают Проблемы Кстати Стоит провести Наверное Опрос Как идет Трансляция Потому что Вроде как Нагрузка Неплохая И на премиум О Кстати Статистика Печальная Иногда Бывают Лаги Практически У половины Вектор Привет А снова Норм Джастин Лагает Блин А зачем Джастин Того вообще Пустили Кто Пустил Джастин Правда Там 125 Человек Так что Нерепрезентативно Получается Ладно Потом Разберемся Изредка Фризит То есть Это Скорее всего Проблемы Продолжение следует Ладно Вторая игра Фраер Титан Фраер проигрывает 0-1 Это финал Ежемесячного Турнира Зоток Сейчас я поставлю Себя на второй машинке И буду Периодически Мониторить Потому что Не нравится мне Такая статистика Она вообще Не похожа На нашу Обычно Если лагов С серверной стороны Нет То 80 плюс Не жалуется Но никак Не В 50 Ой Ладно Всем еще раз Привет У Фраера Такой же Более поздний Газ По сравнению С Титаном Как и в прошлой Игре Но Опять же Различия Незначительные Давайте Комменты Прочитаю Потому что Много Онлайн Игру Советовать Не буду Бабло Поделили Можно не париться С такими темпами Счет Матч Не угадать Не уверен Что Будет Дележ Даже так Сомневаюсь Что он будет Потому что Есть Система По очкам Еще Которая Подразумевает Бонусы Игрокам В зависимости От достижений То есть Есть И Ну От этого Определяется Зарплата Насколько Мне известно Поэтому Есть Конкуренция И внутри Команды Но Я понимаю Что проще В комментариях Отписать Какую-нибудь Чушь Дискредитирующую Игроков И Обидеться На всех Но Это Неправильно Ладно Титан Зеленый Фраер Синий Не потеряемся По цветам Пошла Первая Агрессия Агрессия От фраера Подбустил Первого Сталкера Титан Играет Более Спокойно Даже Он Тоже Бустит Но Бустит Более Сейвово То есть У него Первый Юнит Это Сентрик А не Сталкер Вот Из Таргейта Фраера Оригинальная Стратегия Возможно Подстройка Под А под Что Подстройка А под Прошлую Быстрой Robotics Все Вполне Логично Заходит Сейчас Фраер Наверх Видит Центрика Вламывается Просто Убивает Центря Но Стоило ли Оно Того То есть Он потерял Одного Сталкера Сделал Разведку Увидел Тригита И возможно Пробочку Унесет Да Унес пробку Вот Сейчас Это Определенно Того Стоило Так Ну Логика Старгита Заключается В том Что Если вы Уверены Что противника Роба То Вы Получаете Хорошую Инициативу За счет Того Что Первый Юнит В роба Это Опс Второй Юнит В роба Это Иммортал И тот И другой Юнит Против Первых Трех Фениксов Не значит Ровным счетом Ничего То есть Вы можете Спокойно Летать И Спокойно Напрягать Но Кажется Сейчас Титан Будет играть Агрессивно Он делает Подвар Наверх Сразу же Делает Проксипилоны Наверху Из трех Гейтов Собирается Давить до Появления Фениксов Феникс Первый Вылетел Это Самый Неприятный Момент Гуарен Щелдом Надо Гравит Поднимать Воздух Как-то Пытаться Отбиться Пробок Заказывать Естественно Чтобы Тут Безусловно Будут Жертвы Надо Поднимать Воздух Еще Сталкеров Контролец Выводить из строя Правда Поднимается Зил Для того Чтобы Сталкер Мог Пострелять Потому что У него Бонус По нему Но не доконтроливает И не убивает Зилка Да И кажется Титан Просто продавит Сейчас Фраера Он еще Грамотно Подстраивается В виде Старпорт С умречным Советом Потому что Сталкер С блинком Это лучшее Что можно сделать Против Фениксов Да И тут уже Не выиграть Фраеру Потому что Пробки Да Это ГГ Это 2-0 Блин И видно Что Обидно Немножко ГГ 2-0 2-0 Титан Ведет Иногда Лагает Это последняя Игра Только До Фраера Титана Не лагала Ни разу Хм До игры Фраера Титана Что ж там Было Такое В рамках Одной Игры Только Сегодня Удалось Увидеть Видео Со встречи Роксов В Иксе Жене Выглядело Шикарно Аксессуар Видит Цветка На голове Няшно Сегодня Тоже Весь день С этим Цветком В башке Входила Порадовалась Порадовал Ты ее Опасный Сид Почему Брали Старые Карты Типа ЛТ Объясняли Это В блю Постах Близарды Что Не удалось Сбалансить Ближние Респы А делать Исключительно Дальние Насколько Я понимаю Они Типа Не хотели Но При этом Они сделали Противоположные Респы На метрополисе Том же Самым Или Ой А где же еще Или эта история Была связана С металлополисом А Нет Классические ЛТ Убрали По другим Причинам Там была Рампа На экспанде От которой Там Короче Карта нуждалась Очень сильной Переработки Для того Чтобы не было Имбовых Дропов Против Зергов В частности От тирана Дроп Тора Дроп Мариков Очень сложно Контрились Очень сложно Так и не смогли Придумать Вот Поэтому И сделали Не затерянный Храм А разрушенный Храм Порушили Эту рампу Сделали нормальный Угол Открыли Центр В общем Сильно Сильно Поменяли Можно считать Что и ЛТ Остался В общем Тем же Самым ЛТ Просто название Другое Шаттер Темпл А не Лос Темпл Но Это все таки Продолжение Традиции ЛТ И в первом Старе Было очень много Фиксов Насколько я помню Как раз Связанных Столько версий Лос Темпла Связанных Как раз С дропами С клифами Со сложностями Возникающими Из-за этого На экспанде Вот Но здесь Решились Близзарды Прям радикально Изменить ситуацию Да Пользуясь случаем Естественно Поздравляем Локи С прошедшим Вчера же был Да С прошедшим К сожалению День рождения Только раз в году Локи Является Ой Таким Разносторонне Развитым Человеком Он автор И чата И плеера И Как бы это сказать Ну Видео стримов Раздела трансляций При этом он еще По профессии В принципе фотограф Можете зайти На страничку Вконтакте У него много Цветных фотографий С собаками С кошками С девушками Поздравляем тебя С праздником Вот А если вы хотите Отписаться Есть дневничок Уже в лучших Находится На главной странице Там в комментариях Можно что-нибудь От себя добавить Ладно Третья у нас По счету Игра Титан Против Фраера Титан Также Зеленый Фраер Синий И Оба Играют Безразведки Карта Метрополис О Сколько тортиков В чатике Да Локи Кстати сделал Сколько он с чатом Работал Это уже вторая Принципиальная Версия чата Столько всего Было сделано Там И по Ой Внешнему виду И банам И игнор листам И вкладкам И администрированию Модерированию Стримером Смайлом Слоу модом Там такой Вишлист Такой Ченж лог Но Хорошо продуктик Получился Хороший Надо да конечно Постоянно дорабатывать Чтобы Был уровень Еще выше Но Насколько я понял Работа и не прекращалась Судя по текущим задачам Ладно Ну пока пассивно Че еще говорить Тут начало игры Оба Так же не утруждают себя В разведке И И Ну Пытаются друг друга Обмануть На психологическом левеле А не на Ситуативно-разведывательном То есть не пытаются Там что-то Вначале Разведать Узнать И подстроиться Играет изначально В какую-то тему Вот Фраер в прошлый раз Изначально играл Старгейт Вот он в него играл С подпушем С фейковым Не фейковым Не важно В Старгейт Сейчас он Без разведки Играет в роботикс В первой игре Как вы помните Он без разведки Играл в сумречный совет То есть он Ну Такое создается ощущение Что пробует Разные опенинги Без привязки К Скаутингу Просто пробует Что же лучше Роботикс С обоих сторон Как мы видим По продакшену И Кстати Время И по гейтам В общем-то Все одинаково На этот раз Ну Самое зеркальное Начало получилось Что и в первой Второй Принципиальная Разница была А здесь прям Четко-четко-четко Единственное Сейчас Титан Пораньше Поставил Сумречный совет Играет Более Дефенсно Никуда не выходит Стоит На рампе Ждет Фраер Погулял Посмотрел На Золнаги Подошел Немножечко Но ушел Тоже Все И сейчас Дапса Будет сидеть И смотреть Чего же Тому противник Пошел Блинк У Титана Тем временем Открывается Тригита Да у фраера Тоже В общем-то Тригита Но Сумречного совета Нет То есть Нео ауты Либо Колоссов Сейчас он прилетает Видит Ёпресс Это блинк Либо ты нычку Ставишь Ответкой Либо Ты Колосятню Да Колосятню Выбрал Ну это Как бы это Правильно сказать То есть Эти два варианта Вы не теряете В инициативе То есть Если вы Пытаетесь С одной базы Продолжать играть Так же В сталкеров С блинком Добавляя Сумречный совет И так далее Ну это Опция тоже То вы теряете Очень сильно В инициативе То есть Играете база В базу И при этом Еще Не выигрываете В лоб И проигрываете По времени Появления Блинка А если вы Виде Блинк Сталкеров Понимаете Что можете Если выйдете В колосов То выигрывать Его в лоб Если Ставите Нычку С имморталами То тоже В лоб Выигрываете И затягиваете Игру Тут важно Отбиваться Вовремя От разводов Короче К чему Все придет К чему Это все Титан Будет пытаться За счет Блинка За счет Мобильности Шатать Фраера И Ой хорошо Отжал Иммортала Вообще По красоте Отжал Давай Его мочи Ой выпустил Зря А был еще Форсфилд А не было Форсфилда С другой стороны Великолепные Форсфилды Сейчас со стороны Фраера Он отжимает Иммортала Последним Выстрелом Сталкеров Хорош Хорош Вот И Фраер Выходит в колосов С одной базы Будет терпеть Сейчас колос Первый Будет Как только У него А не Он боится Он делает еще Третьего Иммортала Смотрите Боится Что будут запрыг Боится Сталкеров Боится Оп Ну 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 Опасный момент Уходят Сталкеры Сейчас будет Поджимать Делками Сзади Но У Сталкеров То пока Ой Титан делает Нычку Ниндзя Нычку Хорошо контролит Сталкеров Да Потерялся Фраер У него И рабочие Поплыли Ох И Форсфилдом Здесь грамотно Там Хотя С другой стороны Хрена с 2 Ты отсюда Уйдешь Есть Имморталы Делает агрессивный блин Потому что делать больше нечего Но при этом Пытается отступить Сквозь Имморталов Теряет 2 Или даже 3 Сталкеров На этом деле Отстреливая парочку Зелков И Смотрите Какой Интересный ход Делает Титан То есть Он знает Про Роботехнический узел Он знает Что в конечном счете Если Ой тут дроп еще Призма Титана Минус призма Отбивается Вроде Фраер Если вдруг Человек доживет До парочки колоссов У него будет Острое желание С одной базы Со своей Выйти И пойти в атаку При этом Очень часто Как вы знаете Наверное Если смотрели Зеркалки Протосовские Очень часто Бывает Бэйстрейд Так называемый Размен базами Потому что Сталкер с блинком Как только выходит Толпа с базой Она не может В лоб И дать сражение И лучший вариант Это пойти в размен И при этом Очень сильно Вот в случае этого размена Это уже понимаете На шаг На два На три Вперед Очень будет сильно Решать наличие Ниндзя нычки Нычка Которая не палится Нычка Которая Ставится достаточно далеко Нычка Которая делается Заранее Под развод Заранее под выход И вот он идет Выход От Фраера И вот он идет Развод От Титана Бэйстрейд О котором говорили Заходят Сталкеры с блинком Здесь два сталкера Плюс иммортал Выводятся Пробочки Не будет Естественно Останавливаться в атаке Фраер И что же здесь Что же здесь Много сталкеров Никак не смогут Справиться Пробочки Успел перевести Достаточно много Рабочих Титан сейчас Со своего Мейна Вот Это идет Бэйстрейд Это прогнозируемый Прогнозируемая Развязочка Но В такой ситуации У Титана Ой-ой Спалили Спалили нычку Проверяю сейчас нычку Внизу По рабочим Видимо увел Да Еще спалит базу Не Не спалил пока Минусуется Нексус Возвращается Большая часть армии Фраера На базу Титан в это время Увидел пилончик Ой Надо было Надо было Надо было Убивать Нексус Ой-ой-ой Колосс Колосс Беззащитный колосс Так вот Эту вот армию Нельзя тут Чистыми сталкерами Сражаться Два иммортала Ой-ой-ой-ой Как рискую Сейчас Титан Проходит мимо Теряет сталкеров Это очень важно Их не терять Как раз В такой ситуации В это время Убиваются Зелками Мейну У Титана И Мейну Фраера Тоже лег Но У нас до сих пор Есть нычка У нас То бишь У Титана И она добывает И рабочий у нас есть В отличии от Там один Одна всего Пробочка База не восстановлена Открывается Вся карта Фраера Титан прекрасно понимает И встречает Зелков Которые должны были Покарать нычку Hit and run Отлично Вытягивают Сталкер на себя Зелков Которые ничего не могут сделать Быстрыми сталкерами С блинком Нужно срочно Делать Там Доварп Где там у нас Доварп Че мы можем Доварпать Вот что мы можем Доварпать Но все гиты Выключены Приходит пробка Достраивает Пилончик Нужно стараться Тянуть время Фраеру Титану Сейчас Уходить Например Убивать И Пробочка Нет 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 Нужно Да Как-то Ну и эту Армию в лоб Не бьешь Нужно делать По крайней мере Подварп Сейчас плюс 4 Срочно 4 сталкеров Сделать А здесь Валить пробками Надо Ой валить Идет Подварп 3 сталкеров Вот он Подварп 3 сталкеров И вот уже С этой Армией Справиться Можно Можно Контролируют Что нет Никакой базы Все подсвечено И вот сейчас Грамотненько Но нужно Блинкануться В колосса И отфокусить Имморталов Да Недоконтроливает Фраер И это 3-0 Это 3-0 Блин Да Титан Одерживает Победу Причем Победу Красивую Занимает Первое место Получает 500 евро А Фраер Занимает Второе место Получает 200 евро Но это все равно Триумф Триумф Команды Рокскис Триумф Болельщиков СНГшных Россия Украина В топе Европа Позади Вместе с корейцами Это здорово Это здорово Кто-то говорил Что Фраер Выиграет Кто говорил Можно ли как-то Забендить инвентарь На дополнительные клавиши Мыши в аркафте Конечно На Ну Через Нумлок Через Как это называется Панелька И через Дрова Своей мышки Ну все Прощаемся Так Лагает Не лагает Лагает Не лагает Неправильно Сделал голос А по этим Понятно Да Ну нужно более детальное голосование В следующий раз Баны в новом Чате Няшные Сафир Наценил Не Не буду Преда Пока не буду Завтра будет Л.А. Нуар На сегодня я с вами прощаюсь Надеюсь что Да хороший был Финал Хорошая была трансляция Турнир И недолго Сравнительно Ну Часа три Получается Да Да Около трех Часов Да Ровно три часа И Поболели И посмотрели И порадовались А завтра будет Много стримов Как минимум два По анонсу Стрим братка С отборочных ТСЛ И он сказал что еще Владри поубивает Народ А в девять часов Будет стрим По игре Вот которую вы Выбрали Ну кто-то из вас Голосовал в чате Выбрали Л.А. Нуар Относительно новая игра Атмосферная С хорошей графикой Экшен Детектив Будем играть Завтра вечером И ночью Спасибо большое За внимание Записи делались Записи сейчас поставлю Заливаться на Ютуб В записи будет Первый и второй полуфинал И финал Ну все Прощаемся до завтра Спасибо за внимание Хорошего вам Вечера И спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok